изучаем python oop ничего не понимаем а если вот так для начала рассказать здравствуйте ребята рассказать как большинство ребят начинает изучать классы и почему результат нулевой для начала давайте зайдем файл это тога а я вторую библиотеку я открыл pytorch исходный код что скажите пожалуйста здесь есть от классов вот здесь кроме самого класса вот здесь а ничего здесь нет от классов ребят это обычная работа с функциями только они называются методы прекрасно но что-то все-таки есть есть абстракция есть и кое-что еще увидим прекрасно pytorch открываем здесь мы сразу кое-что есть видим от класса все остальное это классом не относится это относится вообще и функциональному программе может относиться классом ничего больше здесь нет но классе он здесь кое-что относится видно что очень профессионально опять коллекции и это вот это вот это да а относится классом но тогда вопрос почему же не получается как большинство людей начинают изучать классы ребят ценит и можно смело спросить такой такой вопрос и как результат большинство скажет они как писать то не могу а а если так это очень длинный файл длиной в несколько месяцев но менее полгода и человек уже пишет смотрите классом мы еще только подошли я добился чтобы в данном случае ученик делал все операции которые где будет делаться абсолютно в любом классе и чтоб это было от если мы откладываем что будем что-то учить а писать будем когда-то вопрос когда ответа нет писать надо сейчас когда мы добились осознанного написания сейчас я перечислю да то есть пошло сейчас эти вещи увидите да не пытайтесь сейчас что-то понять понять надо одно что имеет значение порядок и подход будет ссылка здесь происходит все что я говорю в реальности да вот показываю результат свободное чтение кода свободное чтение документации написание собственного кода и в данном случае вот это видео в описании есть перейдете посмотрите человек достигает базового уровня то есть вот этих двух первых вещей это и есть базовый уровень все остальное это просто знакомство и так с объектом возились месяц с типом тип для большинства людей что скобочки кавычки кавычки скобочки кавычки именно так получается для большинства людей с тип это скобочки кавычки кавычки ребят это совершенно не так с типом считайте работали все эти месяцы добились осознанного написания первого кода с головы на основе объекта первого класса и достигли уже результатов понимания ссылки введения понимание объекта владения объектом понимание оперирования типом как главной частью объекта для большинства людей это будут просто слова которые они сейчас не поймут поэтому я вам сказал смотрите видео а это достигается вот таким вот длинным длинным файлом где идет работа 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 поставлена методика навык если коротко то ранее было правильно написано программа это не работает меня интересует навык который останется то есть что человек будет делать с исключениями работа только через исключения так идет осознание за это время мы добились чтения кода любого то есть начали понимать что код то везде одинаковый чтение документации принятие решения и пока хватит до принятия решения написание собственного кода то есть то что является телом класса это мы уже умеем почему потому что в классе методы это те же функции и писать нужно было научиться до освоения класса если четко заметить все равно я вам не покажу сейчас вы это не увидите то есть вещи которые я специально упускал потому что они и есть ответ на вопрос когда все это достигнуто и достигнуто на практике вот здесь можно задать правильный вопрос с чего нужно начать изучение классов то есть всего три пункта должно быть то что конкретно дает рекомендации гвида вам росу эти три пункта будут являться корнем для всего что будет происходить с классом все на них мы рассредоточимся сейчас скажу наследование ну минута надо чтобы понять наследование ума то не надо но есть три вещи которые требуют изучения конкретного получается на самом деле здесь вот программа разбита на несколько частей с навыком проверки да где идет четкое осмысленное программирование да то есть идет с головы приобрели навык что человек уже видит он понимает получив исключение что дело с кодом это и есть навык то что касается абстрактных типов все они будут делаться только основываясь на трех этих принципах эти три принципа которые сейчас я даю возможность пользователю вывести самостоятельно на основе я дал ему где что читать вот и собрать в голове и сказал вы все это использовали но я не концентрировал внимание а сейчас нам надо по листу 8 по каждому из них написать все остальное станет на место автоматически типы мы к ним пришли сейчас третий этап и самое серьезное изучение уже типов данных как контейнеров хранения я оставил на классы именно сейчас надо потому что этому есть обоснование так как если взять как основное последовательность здесь есть всего три вещи итерация выборка подсчет дальше в типы и не обязательно заходить только лишь посмотреть методы все это становится в голове одним скопом сейчас станет в описании посмотрите это видео что является что я считаю базовым уровнем интересно так хотите так добиваться как я показал нажимаете купить индивидуально что непонятно спрашиваете и занимаетесь учитесь разбираться в языке а не чего то там заучивать нельзя выучить язык надо просто в нем начать разбираться это 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 Продолжение следует...